И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик будет посвящен непосредственно обзору нового матчмейкинга, нового эксперимента от разработчиков, 16 на 16 у нас теперь матчмейкинг, 7 минут бои так и остались, хп стандартный, я конечно уже поиграл примерно где-то около чатика, решил подзаписать для вас определенного рода контента уже в виде каких-то нагибаторских немного каточек, которые я думаю что выйдут уже непосредственно в последующие дни, ну а сегодня поговорим, скатаем еще на тех вооружениях на которых я не катал, посмотрим где что лучше нагибает, потому что все-таки когда меняется у нас настолько баланс, ну не баланс даже я не знаю, ну как бы количество игроков в матчмейкинге будет более правильно сказать, то понятное дело что вооружения тоже на которых больше можно набивать очки изменяются, ну и режимы соответственно так же, поэтому сегодня скатаем на том вооружении, которое я как уже сказал я еще сегодня не тестировал, но это одно из самых стабильных вооружений за последнее время, поэтому я беру Хантера Жигу, я буду надеяться на то, что сейчас на этом вооружении у меня довольно неплохо пойдет игра, но больше будем делать акцент наверное на те мысли, то что я уже увидел и я просто поделюсь с вами тем, что я думаю уже на данный период времени, поэтому это будет такой полуигровой, полуразговорный видеоролик. Сегодня зайдя в матчмейкинг я честно говоря был приятно удивлен, да, я не думал что будут добавлены новые карты в матчмейкинг еще и в большом количестве, как я понял, пока я только сыграл на двух новых картах, это на колхозе и на треке, но я так понимаю, что этих карт должно быть намного больше, если кто там знает какие карты добавили можете сообщить мне где-нибудь или просто написать в комментариях под данным видеороликом и это безусловно круто, это безусловно круто, что добавляют новые карты, понятное дело, что при этом добавили кристаллы, да, и с кристаллами я как раз таки абсолютно не согласен, потому что убирать дроповые расходники заменяя их на кристаллы это полный бред, потому что расходка решает очень много, постоянно и я вообще не вижу никакого смысла было менять на кристаллы именно расходы, да, то есть, ну это полнейший бред и я этого понять не могу, поэтому надеюсь, что это продлится не так долго и эти кристаллы берут, потому что, ну, это смех, ну, ну что, кто там будет кататься за этими десятью кристаллами, за которые еще дополнительно дают эти аптечки, да, то есть, вы считаете, ой, аптечки, говорю, опыт дают, да, дополнительно, то есть, вы считаете, играйте в X, X1, да, то есть, берете 10 кристаллов и при этом получаете 10 опытов, то есть, ну, это полнейший бред, я абсолютно не поддерживаю. Ну, а что касаемо самого матчмейкинга, пока у меня очень позитивные мысли, мне, честно, зашло то, что 16 на 16, то, что появились новые карты, которые, как по мне, намного лучше того же Вольфенштейна, того же Йоркшира, да, то есть, там, меня запикало на трек, меня запикало на колхоз. Это две карты, которые для матчмейкинга отлично просто, максимально отлично подходят и на которых комфортно играть. Я, честно, был рад тому, что я увидел эти карты. Ну, и, в общем и целом, да, то есть, сама структура 16 на 16 придает такое мясо лютое просто в матчмейкинге и на таких открытых картах там такая рубилова. Я зашел сегодня, первую катку сыграл на Хоппере в регби. Я, конечно, там насосал прям по самые негалюй, да, но я вам могу сказать, что, ну, это реально круто, да, то есть, там была конкуренция, да, то есть, там была реально мясная такая катка, где одни сражались, другие сражались, да, и там и фокусят жестко, и получаешь там пахарик только как только можешь, но это реально круто, да, то есть, это реально, ну, вот та самая динамика, которую я хотел бы видеть, а не вот это вот то, что сделали там сначала x4 хп, да, о, x2 хп дополнительно, да, то есть, там у среднего танка стало 6, у легкого 4к хп, да, и при этом еще и уменьшили количество игроков матчмейкинга, то есть, я не вот этого хотел, да, а вот то, что 16 на 16 с дефолтным количеством хп, вот это реально рубило вот это мясо, это реально то, что интересно, та самая динамика, которая нужна этой игре. И я, конечно, в этом плане очень был рад это все дело, конечно же, увидеть, и пока мне все это, конечно, заходит, вот даже сейчас, зайдя на хантера Жиги, на обычную замочмейкинговую катку, ты постоянно встречаешь противника, постоянно накидываешь по ним урон, но пока надо тоже немножко определиться еще по режимам, да, то есть, где лучше играть, где лучше фармить, да, то есть, понятное дело, что можно найти режимы и форматы, где можно будет получать кристаллов значительно больше. И я уже, в принципе, один такой режим нашел, и о нем, правда, сегодня я говорить ничего не буду, завтра просто выйдет карта, которая у меня вот так вот, даже, если я не ошибаюсь, это была первая или вторая карта, которая за всего, а, вторая карта, которую я за сегодня играл, я дважды кинул на одну и ту же карту, и получилось, ну, прям, жестко, прям, реально жестко, поэтому, друзья, если на этом видосе набирается 150 лайков, то завтра уже полноценно выходит видос, посвященный именно новому обновлению, и такого, ну, небольшого, слегка фармика, да, который у меня уже, честно говоря, довольно-таки неплохо залетел. Ну, ладно, давайте немножко, наверное, не буду сейчас уже размусоливать, попробую сконцентрироваться, поиграть, да, в принципе, карта складывается довольно неплохо по очкам, ну, примерно то же самое, что и было, да, только карта 16 на 16, да, по сути, матчмейкинг работает неплохо, да, то есть, я не видел никаких проблем с входом в игру, да, там у меня один раз чуть-чуть небольшие подлаги были, какие-то непонятные во время прогрузки, но так, в общем и целом, все нормально, да, то есть, по кристаллам, по фарму, да, как бы, ты получаешь даже чуть больше, чем ты получал раньше, да, то есть, за 360 очков я получил почти 2000 кристаллов, что является довольно-таки неплохим показателем, при том, на складе, то, что сейчас нету никакого дополнительного ультра уикенда, и это, это получение, это количество кристаллов, которые мы сейчас получаем, это количество кристаллов считается очень даже неплохим, да, то есть, за такое количество очков, и это тоже, ну, своего рода, конечно же, плюс для фарма, для того, что вы уже, как бы, можете в каких-то моментах фармить побольше, зарабатывать побольше, это, конечно, плюсик. Ну, и давайте сыграем вторую каточку в захвате флага, я, как уже сказал, я на Хантера Жиги сегодня не катал, поэтому для меня это больше так, как новость будет, ух ты, ничего себе, меня закидывает на пустыню, пустыня 16 на 16, вот это мясо сейчас будет, только надо как-то пытаться доезжать до вражеской базы, да, видите, и все, довольно быстро прогружаются игроки, то есть, я помню, мне говорили, что, типа, прогружаться игроки будут очень-очень долго, да, то есть, то, что там проблема с обходом будет, да, но, как вы видите, пока чмоке от себя оправдывает, и довольно неплохо работает, да, то есть, 16 на 16, ну, ладно, 15 на 16, но уже 16 на 16, у нас полноценно игроков там меньше, чем за 30 секунд прогружаются в бой, и это очень неплохой показатель, потому что, если бы, например, на это все дело уходило бы там у игроков по минуте-полторы, то это было бы печально, да, а так, довольно, довольно приятные цифры с быстрой прогрузкой, ну, я, по крайней мере, пока никаких проблем в этом плане не заметил для себя, то, что там долго грузится, там, или еще какие-то проблемы дополнительные появляются, поэтому я пока могу сказать, что это плюсовая вещь, плюсовая вещь, и проблем у меня точно никаких нет, если у вас есть какие-то проблемы со входом в игру, там, еще с чем-то, в комментариях к этому видеоролику обязательно по этому поводу напишите, ну, или, если у вас там все хорошо, все грудит, тоже напишите, будет, мне, конечно же, интересно почитать ваши комментарии, поэтому эти не повод. Ладно, давайте постараемся потянуть, все-таки на Хантержиге, наверное, не самая подходящая карта, не так уж легко будет это дело сделать, не так легко будет здесь потянуть катку, ну, давайте постараемся, давайте постараемся, может быть, может быть, получится, может быть, получится, может быть, не получится, но... если брать где-то викинг да где-то брать викинг где-то брать это еще интересные корпуса можно конечно по находить можно находить лазеечки где и как зафармить но надо просто немножко немножечко побольше поиграть на всем этом чтобы разобраться и понять зачем лучше играть а я пока еще ну грубо говоря там играю часик какой еще особо ничего не заметил поэтому чуть больше покатаем тогда уже смогут свою точку зрения по поводу вооружений возможно какую-то интересную имбу новую найду тоже вам покажу но пока еще такого ничего особо крутого я можно так сказать не нашел сожалению потому что к счастью будет хоть интересно поискать что ими жестко ну а нам как у мой пока сливаем печально печально если честно что мы сливаем но я вам могу сказать что даже при таком раскладе даже на такой карте получается очень очень динамично даже потому что там типов 5 стоит на респах все равно динамика присутствует и раньше если я мог например себе комфортно чувствовать и спокойно заходить вот так у на вражескую базу и дергать флаги сейчас меня просто отпинают в 5 рыбу все и все и все и все просто в 5 рынков мне дали по башке и я забыл про то что я ехал на вражескую базу увозить флаг и уже 02 сливая для кого-то это может быть наоборот типа негативные вещи вы будете с этого гореть и бомбить и говорить что блин так столько фокусит зачем такое большое количество игроков но я наоборот скажу что это нормальная темочка что стало сложнее да по мне матчмейкинг было очень легк очень легк да и когда там играли 8 на 8 даже ну даже при том раскладе что там 16 на 16 все те же самые игроки до играют только этих игроков стал в два раза больше соответственно тебе уже в два раза тяжелее увозить флаги тяжелее придумывать какие-то могут потому что игроков стало больше сложность в этом плане тоже увеличилось поэтому для меня как обновление которое виде эксперимента запускается в игру выглядит очень даже положительно и позитивно и даже несмотря на то что в каких-то моментах ты больше отсасываешь не так много фармишь все равно это плюсовая тема но плюсовая но безусловно да то есть я я вот пока вот за все то время что я зашел как я уже сказал да больше часа где-то игра я еще ни разу не подумал о том что это какая-то шляпа не знаю у меня такое редко бывает чтобы я узнаете зашел и там был доволен был там рад тому что появились новые а то что как бы все то же самое я не нашел пока причины к чему я могу придраться с чего я могу сгореть и меня это радует меня это где-то даже плюс мораль это очень nice даже несмотря на то что я отсасываю 02 и как будет скорее всего уже здесь не выиграю потому что там пацаны уже начинают в 10 рыбников воплить на флаге даже несмотря на эти моменты это означает то что в матчмейкинге теперь будет более тяжелее увозить флаги а если будет более тяжелее увозить флаги значит надо просто более командно играть чтобы тиммейты помогали они ерундой какой-то занимались тогда все будет как надо либо играть группами например группами теперь я думаю что тоже будет интересно играть и что мы группами тоже поиграем кто-нибудь видосик тоже запишу будет тоже интересно смотреть как она будет все дело происходить в группе можно ли будет например в группе группой четвером залетать и пытаться контролить вражеские на приористую так это было раньше на харьках часто харьок так не будет но все равно попробовать можно будет смотреть а может даже на тех же самых харьках просто зайти и попробовать сделать то же самое попробуйте контролить вражеские рестом и по фокусе типа да ну либо на викингах на викингах это будет какой-то степень даже и проще сделать ну ладно 30 секунд остается до конца катку я так понимаю что я уже проиграл небольшое особо количество очков я набил но здесь это уже был больше такой разговорный видос хотя и планировал что я здесь немножко поиграю рассмотрю хантера жигу но это дефолт просто хантера жига это дефолт и для нее надо просто карты где более более закрытое место где вы можете быстрее подъехать противнику и за счет этого как-то там воткнуться да и зафармить то есть на таких открытых картах понятно дело что новому пустыне ты на хантера жиге ничего такого сверх жесткого не сможешь сделать нот на том же вольфенштейне как у меня была первая как но к сожалению была быстрая досрочка там неплохо можно было формануть неплохо можно было уничтожать противник вот такой видеоролик у нас сегодня друзья получился такой обзорчик мини до первое впечатление о 16 на 16 матчмейкинга у меня у вас она может быть совсем другое вы можете написать в комментариях что вы думаете по поводу 16 на 16 матчмейкинга есть уже сыграли до посмотрели напишите что думаете до зашло вам не зашло понравилось не понравилось может вам не понравилось может вам 8 на 8 нормально может вы так же как и я скажете что 16 16 это очень динамично круто замечательно я делал что есть какие-то свои недостатки но для меня как вещь которая ну узнаете вот приедается этот матчмейкинга 8 на 8 там все это дефолт на одни и те же карты но все приедается и когда выходит что-то новое новые карты уже более расширенное количество игроков и прочие вещи то это новое движуха тебя как-то плюс моралит мотивирует даже записывать те же самые видосы смотреть играть обозревать это как по мне то что должно быть в игре и оно должно быть на постоянной основе что-то должно меняться они длительный период времени один и тот же матчмейкинг одно и то же количество здоровья всех танков одни и те же карты ничего не меняется один и тот же дефолтный челлендж и все да поэтому ну понятно дело что в этом плане я очень даже рад что что-то появилось вы свое мнение напишите в комментариях но если вам понравился данный видеоролик то обязательно поддержите лайком подписывайтесь на канал если еще вдруг друзья не подписаны ваша подписка будет очень значимо наверное для меня потому что осталось небольшое количество до десяточки на десяточка вместе с вами мне очень даже нужно поэтому как-то так всем друзья спасибо за просмотр всем удачи и всем пока